Друзья, в этом году магазин Workout присоединится к акции Черная Пятница, которая состоится уже через неделю, 23 ноября. И подарит бесплатную доставку на все заказы, оплаченные на сайте карты. Подробности можете узнать на канале магазина в YouTube. Ссылка в описании. Ребята, у меня появилась идея снять видос, как накачаться на Тураху за сколько лет. И вот первый участник у нас, у которого я спрошу, Виктор Блок. Субтитры сделал DimaTorzok от пяти лет. Спасибо, братан. Игорь Войтенко. Игорь. Вопрос на миллион. За сколько можно в Тураху качаться? На Тураху качаться. Смотря что тут все на счетах качаться. Ну, хочешь выглядеть, допустим, как ты? Как я? Если с нуля приходишь о генетике, мужик, полтора-два года, если мне есть лук. Полтора-два года, если жарить, как корот. Все говорят, от пяти лет и выше. Что, как я? Мужик, я снять футболку, братан. Давай. Мне надо два года, мужик. По большому счету, у меня нет какой-то экстра массы. Потому что я вешаю 7-7 килограмм, понимаешь? То есть за два года спокойно можно выглядеть как ты? Это при каких условиях? При генетике. При генетике, братан. Если генетика в порядке, если гектоморф и все дела, гектоморф, который предположен для набора массы, вперед. А где нужно заниматься? В зале, либо на турнике? Просим, чтобы накачаться нормально. Мужик, по сути, помню. Я видел сначала людей, которые тренируют на турнике, как и роль, в зале, как и роль. Самое главное, сколько ты усилий вкладываешь в каждое повторение. Независимо. Я согласен, в принципе, генетика. О, боже. Ребят, Стероид Мэн. Сань, как думаешь, за сколько лет можно накачаться нормально на турапу? При генетической предрасположении, при средних генетических данных 3-5 лет. 3-5 лет. И с учетом, что ты, у тебя есть какой-то приличный наставник, ну, это я имею в виду хорошая форма для натурала. То есть генетический потенциал должен быть и хороший наставник? Ну, хотя бы средний. Вот, допустим, у меня его нету как такового потенциала, блядь. Ну, я могу быть больше, но у меня начнется диспропорция, то есть у меня пузо начнет вываливаться. Или, ну, и при весе за 96 килограмм у меня очень сильно начинаются головные боли. Поэтому я не могу прыгать, как? Я могу, но мне это польза не даст. А при этом весить 94, я могу подтягиваться за 20 раз, прыгать, бегать. То есть примерно 5 лет, да? Без формокологии. Без формокологии на турапу. Ну, может быть, и быстрее. Я так топе идти. Ну, как, у нас разные понятия, я просто не воспринимаю натурала. То есть вот натурал похож. А ты же на натурал тоже качался? Полгода. А, полгода только? Нет, ну, я попеременно. То есть потом там год к натурал был. У меня в феврале будет 12 лет. А как вначале шло? Вот на эти полгода был прогресс или нет? Чилограмм 5. Ну, я начал, дело в том, что я начал заниматься в возрасте, когда уже как бы зоны роста закрыты. То есть я после 20-25. Оно уже плюс кинетически, я все-таки... Уже метаболизм немного спадает, да? Ну, уже не такой, поэтому я, да, я хуел уже. Сейчас ты ровно повесил, да ладно, спасибо, Сэн. Давай. Успехов. Виталий Фичок, Виталий, к тебе на миллион вопросов. Сколько нужно лет, чтобы накачаться в натураху нормально? Чтобы нормально? Чтобы нормально, да. Ну, кода 3 нужно точно. Это смотря на того, какое у вас телосложение, тип телосложения. То есть добор, мезомор, это добор, генетика и правильно подобранная нагрузка. Потому что нагрузка, либо если ее слишком много, не будет прогресса, либо если ее недостаточно, то тоже не будет прогресса. И для этого просто, чтобы понять, нужно тренироваться по-разному, чтобы чуть-чуть не понимать свою нагрузку. А что ты советуешь? Заниматься на турнике и брусик, либо просто идти в зал и за 3 год накачаться? Если человек хочет заниматься именно в госттреке и брусик, по моркауту, значит, нужно заниматься на турнике и брусик. А прогресс где больше? Прогресс будет больше реально в зале, если человек будет заниматься в зале. Но в зависимости от того, какой собственный вес человека, если человек весит порядка 90-100 кг, если даже начинающий он работает с собственным весом, это для него уже, можно сказать, пауэрлифтинг и рабочий вес. 90 кг, мне кажется, это жирный, прям, знаешь, такой. Если он не занимается, это жирный. Но смотри, здесь несколько моментов есть. Если вот, например, мы приходим в зал, работаем, там мы тренируемся, делаем там какое-нибудь упражнение, тяга блока, да, например, мы делаем 4-5 подходов по 10-12 раз. В среднем так делаем. Так все тренера мы в общем пишем. Ну, если я прихожу на турники, я цепляю к себе там 20 кг, и я делаю 10 подходов по 10-12 батарей. Соответственно, спину я качаю тем же, что и другие, только я делаю дитягу много, потому что у меня больше собственные рабочие веса. А как думаешь, без веса, если без затягчения турник не бросить, не будет результат никакого? Будет, но очень маленький, вы не пробьетесь дальше. То есть нужно стреть лифтинг, а не воркаут больше, да? Конечно, нужно заниматься дополнительным весом, потому что со временем, если мы идем в спортзал, мы меняем нагрузку, то есть добавляем вес, но здесь мы не можем добавлять. Есть, конечно, моменты, это добавлять интенсивность, сеты и, в принципе, все. Ладно, спасибо, правда. Опять съемки? Ребят, Гога, короче, вопрос на миллион. Сколько лет нужно заниматься на туроку, чтобы хорошо накачаться? Допустим, как же? Я все же не расскажу сейчас. С 7 лет с 8 занимаешься. Ну, сколько лет, примерно? Ну, по 15. Ну, давай не 15, давай... Что, пониже? Десятку. Смотри, когда я начал прям железом заниматься, я был в армии. Это был 2010 год. Я дрыщом ходил и думал, бля, надо как-то покрупнее стать. Ну, и, соответственно, начал качаться. Вот у меня ушло 8 лет. Что было у меня? То есть 8 лет примерно? Да, общее у меня там 15-17 лет, он пол жизни. Большая часть пол жизни. А вот именно кач, железо, с 2010 года я начал. Сейчас 18-й год, 8 лет. Просто есть, видишь, стереотип такой, что люди думают, пришел в зал на 4 месяца, накачался, и все. Не, не вариант. Я как бы, нет, есть, может быть, какие-то индивидуумы, базара ноль, там, из 100 тысяч 1. Но, не знаю, у меня ушло много лет. Ты понимаешь, да, что сейчас мы отбиваем желание у людей качать? Ну, как бы, дело, может быть, даже не в качке, но я хочу, чтобы ребята просто не только качались, но как-то как разнообразие обводили. И, по-моему, это прикольно. чтобы нормально накачаться? Тут зависимость будет от того, как вы питаетесь, как вы спите, как вы восстанавливаетесь. И, в принципе, от самих тренировок будет зависимость. Ну, среднее время сколько? 3 года, 4-5, 10. Вообще, чтобы нормально накачаться, в зависимости от того, в каком возрасте вы начнете заниматься. Если вы начнете заниматься в 14 лет, то вам хватит 4-5 лет, чтобы нормально так раскачаться. Ну, конечно, не до 100 кг вы дойдете, но килограмм 80 будет. Зависит от генетики, да. Да-да, если вы начнете заниматься в лет 20, то, я думаю, лет 6. Спасибо. Подольше. Максим Шевреген, по-близу, подойди. Макс, вопрос к тебе интересный. За сколько лет можно нормально накачаться на дураку? Сколько? Погромче говорим. Смотри, я накачался нормально за год. За год? За год. Для себя, для себя нормально. Но... Тогда я не считаю... Сколько ты сейчас качаешь тут? Ну, в зале 6 лет и на турниках 4 лет. Ну, то есть, смотри, примерно как ты, на сколько лет? 10 лет про это. 10 лет. 10 лет? Ну, примерно 5-6 лет. Ну, я скажу одно. Когда ты занимаешься в год, ты думаешь, что ты отлично выглядишь и на качество. А чем старше становишься и ты понимаешь, что ты выглядишь как кусок гамна. Потому что в начале мышцы растут активно и за это вы нормально приобретаете форму с первого рафа. Ты думаешь, что ты будешь постоянно закрасить, но... Да, потом замедляет. Потом ты такой... Да. Спасибо. Максим Новозелов. Привет. Макс, интересный вопрос. За сколько можно накачаться вот эту рафу? Сколько лет нужно? Да, надо. У всех по разному. Главное заниматься. Ну, среднее время. Главное заниматься. Год. За год можно хорошо накачаться? Да. Ну, не уровне, конечно, может быть, да? Но хотя бы выгоднее. Ну, допустим, как тот же Вайденко. Ну, допустим, но ближе к этому, да. То есть за год можно? За год, да, я считаю, можно все. Ну, примерно Вайденко не соврал. Он сказал полтора-два года где-то так. Ну, не знаю, я не слышал. Ну, да, я считаю, как бы. У каждого свое мнение, у каждого свои обстоятельства. Да, зависит на очень сильно. Поэтому главное заниматься. Какого-то желания. Можно за год заниматься. Ничего не достичь. Можно пухтеть, потеть. Ну, то есть правильное питание, регулярные тренировки. Можно за год-два в хорошей формуле. Отлично, спасибо. Григорий с Куриком. Всем привет. Вопрос на миллион. Сколько нужно качаться в натурах, чтобы хорошо накачаться? Не знаю, я занимаюсь воркаутом уже с 13-м года профессионалом. Ну, пять лет. Пять лет. Все говорят пять лет минимум. Ребята, эта цифра просто заветная. Спасибо. Маша Соколова, Маша, у тебя вопрос на миллион. Сколько нужно качаться девушкам лет в натурах, чтобы накачаться нормально? Ну, хорошую форму иметь. Первая подготовка к соревновательному сезону моя длила четыре месяца. Четыре месяца. Четыре месяца я присла форму чемпионского. На турах? Конечно. Я была на чемпионате Европы. То есть, за четыре месяца девушка может привезти хорошую форму? Конечно. В моем случае я накачался где-то лет за восемь, потому что у меня масса практически не растет. Поэтому вот такие дела. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok